Как при помощи критерия Гаусса мы можем посчитать дополнение к куриотичному закону взаимности? Господа, первое дополнение к куриотичному закону взаимности по критерию Гаусса считается пересоседствовательно. Смотрите, жили-были числа 1, 2, 3 и так далее, по минус 1 пополам. Я их все умножил на минус 1. Это что означает? Перед всеми ними написал минус 1, да? Вот. И спрашивают, сколько я написал минус 1? Ну сколько? По минусу 1 пополам написано. Он ничего нового не дает, да? Критерий Гаусса для вот этой строчки не дает вообще ничего нового. А вот для символов 2 попы, то есть для второго дополнения к куриотичному закону взаимности, критерий Гаусса очень даже помогает. Заметьте, пожалуйста, критерий Гаусса помогает не использовать число и. То есть я вам рассказал уже, как получается с использованием числа и, но согласитесь, что если кто-то еще с умножительными числами не в лагах, то ему казалось, что это сложно, непонятно, надо и не узнавать, что это умножительные числа. Вот. Ну хорошо, можете там чуть-чуть обновить это, поскольку критерий Гаусса позволяет для вычисления символа 2 попы не пользоваться числом и. Позволяет обойтись элементарным вычислением. Единственное, здесь уж точно нужно отдельно разбирать случай. Значит, итак, число вида 8e плюс 1. Давайте смотрим, что надо сделать, чтобы применить критерий Гаусса. Надо выписать все остатки вплоть до числа 4n. Это ровно половина. П-1 пополам. Надо выписать все остатки от 1 до 4n и каждый из них умножить на 2. 2, 4, 6, 8, 2n, как уже было, 4n. Ребята, с этого момента пойдет 4n плюс 2. А что такое 4n плюс 2? Это на самом деле число, которое берется с минусом. Понятно? Так, 8n плюс 1, если отнимешь 4n плюс 2, получается 4n минус 1. Правда? Вот, хорошо. Там, где было 2n плюс 2, умножаем на 2, получаем 4n плюс 4. А это на самом деле взятое с минусом число 4n минус 3. Так, 4n умножаем на 2, получаем 8n. Что такое 8n? 8n, это на самом деле минус 1. Почему, господа, здесь у меня написано с плюсами все четные числа, а здесь у меня будут написаны с минусами все нечетные числа. Значит, минусом будет ровно 4n. Ну, да, действительно так и должно быть. 4n число четное. Все, хорошо, я разобрался с этой ситуацией. Теперь давайте я разберусь с ситуацией, когда 8n плюс 3. 8n плюс 3. Чем будет отличаться ставница? Значит, первая строчка будет отличаться цин, что не до 4n, а до числа 4n плюс 1. Замечательно. Когда я умножаю на 2, то будет во-прежнему 2, 4, 6, 8. 2n это будет замечательно. Не-не-не, 2n не замечательно. 2n это уже 4n даст. 2n даст 4n. А вот дальше, так, ребята, чтобы не путаться, давайте я буду писать сюда число 4n плюс 2. и я его обведу в кружочек в знак того, что это число у нас будет записываться с минусом. Согласны? Потому что 4n плюс 2 уже больше, чем 4n плюс 1. Замечательно. Кстати, 4n при умножении на 2 даст 8n, оно тоже будет записываться с минусом. Так, и, наконец, 8n плюс 2 будет тоже что? Тоже с минусом, правда? Правда. Теперь простой вопрос задаю. Сколько у меня чисел с плюсом, а сколько чисел с минусом? Значит, у меня всего чисел 4n плюс 1. С плюсом 2n. Сколько, значит, минусом? 2n плюс 1. Значит, здесь получился символ какой? Минус 1. Как и заказывали. Так, ну, слушайте, считается, что вот это вот вы уже все поняли, поэтому давайте я 8n плюс 5 здесь быстренько покажу. Мне кажется, вы уже поняли идею, да? Итак, значит, 1, 2, 3, 2n. Для числа 8n плюс 5 давайте сообразим, на что это все закончится. Здесь будет 4n, 4n плюс 1 и 4n плюс 2. Замечательно. Теперь с какого момента пойдут числа с минусом? Значит, когда берешь 2n плюс 1, умножаешь на 2, получаешь 4n плюс 2, это еще не страшно. А вот с этого момента уже пойдут у нас 4n плюс 4 и так далее. Это все числа с минусом. И здесь, обратите внимание, здесь будет 8n плюс 4, это тоже с минусом. Господа, мы должны всего лишь из числа 4n плюс 2 вычесть число 2n плюс 1. Опять получается 2n плюс 1. Понятно? Ну и, мне кажется, что вы дальше уже устно можете поймать. Да, уже сейчас устно. Когда будешь брать 8n плюс 7, то какая будет картинка? 1, 2, 3 и так далее. Вплоть до 4n, 4n плюс 1, 4n плюс 2 и 4n плюс 3. А в каком месте произойдет перелом? В месте, когда у меня будет 2n плюс 3. Нет, 2n плюс 2 это слишком много. 1. 2n плюс 2 это слишком много. 2n плюс 1 это еще можно, а вот 2n плюс 2 это уже перебор. Согласны? Да. Потому что 2n плюс 2 умножить на 2 это уже будет 4n плюс 4, это слишком много. Значит, вы должны из числа 4n плюс 3 вычесть плюсики. Плюсиков у нас 2n плюс 1. Из 4n плюс 3 вычитаешь 2n плюс 1, получаешь 2n плюс 2. Ну, значит, символ 2 по 8n плюс 7 это что такое? Это единиц. Уговорил? Значит, вот уже вторым способом я доказал вам второе дополнение к практическому такому заявлению. Заметьте, при этом сам квадратичный закон взаимности я еще не сформировал. То есть дополнение к нему я уже доказал и по имени, и по галсту. А сам квадратичный закон взаимности я так еще не сформировал. Я должен сказать, чтобы вы потом не удивлялись в книжках тому, как обычно записывают формулу для 2 по П. Дело в том, что, если честно, мне кажется, формула, которую я написал, наиболее понятна. Вот эта запись, значит, единица, если P сравнима то ли с единицей, то ли с минус единицей по модулю 8, и минус единица, если P сравнима с 3, и с минус 3 по модулю 8, мне это кажется действительно наиболее понятным. Мне кажется, что запоминать надо именно в таком виде. Потому что действительно все зависит от остатка, которая дает число P при длении на 8. Если остаток единиц или 7, то один вариант, если 3 или 5, то этот выбор. Но вы можете воспользоваться следующим фактом, что если берешь единицу в квадрате и читаешь единицу и делишь это на 8, то получается 0. А если 3 в квадрате и минус 1 на 8, то получается 1. Вы скажете о том, какое дело, я отвечу 8m плюс минус 1 в квадрате минус 1 не разделить на 8, это, господа, будет 8m квадрат плюс минус 2m. То есть это число черное. А если возьмешь 8m плюс минус 3 в квадрате минус 1 не разделить на 8, то это будет 8m квадрат плюс минус 6m плюс 1. Это число не черное. Зачем я это пишу? А затем, что в огромном количестве книжек вы прочитаете вот такую форму. Трудно сказать, никакого такого особого доказательства этой формули нет. Это просто хитрый способ записать на вот эту штуку. Еще раз, ничего не лучше, чем то, что 1 в квадрате минус 1 на 8 много, а 3 в квадрате минус 1 на 8 нет, ничего лучше в этом на самом деле нет. Просто способ не писать, собственно говоря, не писать в две строчки эту формулу, если так, то так, а как бы одну формулу. То есть у нас как бы многочлен. Ну, с верху p квадрата минус 1 на 8. Вот. Ну, в общем, дело не в этом, а просто что-то в этом я бы видел. Значит, итак, итак, убираю вот эту вот запись и пишу так, как это приедет в книжках. Минус 1 в степени p квадрата минус 1 это делить на 8. Все. На этом о дополнениях к квадратичному закону взаимодействия я, собственно, сказал.